Попались в пузырку парочка серебряных монет, это по годам, вот 50 сантимовая это у нас получается, 1916 года и однофранковая 1920 года, обе серебряные, что приятно. На обоих изображен символ Франции, а что за женщина было непонятно. Вот покопался немножко, выяснил, что на монете изображена Марианна, национальный символ, а также прозвище Франции с 1792 года, времен Великой Французской революции. Изображается молодой женщиной в афрегийском колпаке, она является олицетворением национального девиза Франции «Свобода, равенство, братство». Скульптурное изображение Марианна является обязательным атрибутом учреждений органов власти, судов, муниципалитетов и так далее. Ее профиль размещен на государственной печати Франции, она изображена на французских стандартных почтовых марках. До введения евро изображения Марианны размещались на монетах, соответственно, на сантимах и франках. Вот как раз то, что у нас с вами перед лицом. Это вот сантимовая. Это однофранковая монетка. В настоящее время изображение Марианны можно увидеть на евроцентах 1, 2 и 5 и французской чеканке. Ваше национальное собрание Франции в сентябре 1792 года постановилось, что новой печатью государства должно стать изображение стоящей женщины с копьем, на голове которой надет фрегийский колпак. Этот головной убор был известен со времен Римской империи. Носили его освобожденные рабы, вольноотпущенники. С тех пор фрегийский колпак стал символом свободы. Таким образом, Марианна во фрегийском колпаке стала также символом свободной Франции. Многие французские художники и скульпторы изображали ее в своих произведениях. Одним из известнейших произведений является картина Делакура «Свобода на баррикадах», написанная под впечатлением революции 1830 года. В 1848 году Министерство внутренних дел объявило конкурс на лучший символ Франции. В этом конкурсе победили два изображения – Марианна Борющая и Марианна Мудрая. В 1849 году была выпущена почтовая марка с изображением Марианны. В период Второй империи изображения Марианны были запрещены. Примерно с 1875 года изображения Марианны стали широко распространяться в официальных учреждениях, департаментах, муниципалитетах и судах. Вначале это были бюсты, изображающие некий собирательный образ. Но вот с 1970 года была введена новая традиция. Комитетом мэров французских городов прототипом Марианны стала избираться одна из самых известных и красивых женщин страны, которая была на тот момент. Например, в 1968 году это была Бриджит Бардо, киноактриса. В течение 10 лет знасиеный образ был. В 1978 году по 1985 – это Мирейма Тепевица, очень популярная в том числе и в России. В 1985 году это была Катрин Денёв, киноактриса. В 1989 году Инез де ля Сассанж, манекенщица. И в 2000 году Летицей Каста, топ-модель. В 2003 году Эвелин Тома, Эвелин Тома, те ведущие. И в 2012 году Софи Марсо, киноактриса. Ну что ж, Марианками во время Гражданской войны в России в русской армии Врангеле называли поставляемые союзниками французами скорострельные пушки Трюгемовки. Вот такие интересные факты про то, что мы видим на данный момент. Это как бы немножко времечки осталось, можно и несколько анекдотов рассказать. И французских анекдотов, расшумывая на французскую тему. Итак, заходит мужчина в бар, садится у стойки посередине, значит, и заказывает чашку кофе. Бармен подает ему кофе, просит с него три франка. Этот тип достает три монеты по одному франку, одну кладет перед собой, бросает две другие справа и сливает стойки. Бармен довольно удивленный, не моргнув глазом, берет монету, которая лежит напротив него и подбирает остальные две монеты по бокам от стойки. Мужик выпивает кофе и уходит. Вот на следующий день он приходит в бар, заказывает кофе и платит таким же манером. Этот цирк продолжается три дня подряд и начинает нервировать бармена. Когда вдруг на четвертый день мужик платит за кофе пятифранковой одной монеткой. Бармен расплывается в улыбке, так как наступил его час реванша, он берет монетку пять франков, которая лежит напротив него, достает из своего кармана две монеты по одному франку, чтобы дать сдачи, и кидает их справа и слева от стойки бара. Мужик смотрит на эти две монетки, которые лежат в пяти метрах одна от другой, достает еще одну монетку в один франк из своего кармана, кладет ее перед собой и говорит, еще один кофе, пожалуйста. Рассеянный человек, значит, господин Дюпон, очень рассеянный. Однажды он пишет письмо одному из своих друзей. Дорогой друг, я забыл у вас свою трость. Будьте любезны, пришлите ее мне. До того, как запечатать письмо, он находит свою трость и дописывает. Я нашел свою трость, не ищите ее. Потом он заклеивает письмо и отправляет его по почте. Учитель говорит, значит, то-то, можете ли вы мне назвать что-нибудь, чего не существовало сто лет назад? Да, месье, вы и я, например. Мама говорит, то-то, которая не хочет учить английский язык. Ты знаешь, ведь половина населения планеты учит этот язык. Вот и хорошо, мама. Половина, это уже достаточно. Дама, значит, спрашивает. Итак, у тебя есть братья и сестры, сколько у вас в семье? Кто-то отвечает, нас девять человек. Так ты самый старший? Нет, мадам. У меня еще есть дедушка. Учитель просит Поле рассказать басню «Ворона и лисица». Когда Поле закончил, он его спрашивает. Ну, что тебе понравилось больше? Вот кто, ворона или лисица? О, месье, мне больше понравился сыр. Алиф встречает своего старого друга и воскресняет. О, добрый старый Дюран, как ты изменился. Ты, у которого были такие красивые волосы, стал почти лысым. Ты, который был таким тонким, стал толстым. Ты, который был таким стройным и высоким, стал совсем сутулым. Ах, мой бедный старый Дюран. Извините, месье, меня зовут не Дюран, я Дюпон. И вдова, ок, ты еще и сменил имечко. Великолепно. Пьеро, спрашивает учитель. Ваше домашнее задание о кошке, слово в слово, напоминает домашнее задание вашего брата Жанно. Ну да, месье, потому что это была та же самая кошка. Кто-то говорит с мамой, мама, мой шкаф упал. Мать ему говорит, дорогой, об этом надо пойти и сказать твоему отцу. Он уже знает об этом, он же лежит под ним. Ну что ж, пожалуй, на сегодня и все.